коллеги тема нашего занятия как проверить выгодность лота как решить интересен ли лот именно вам первое всегда обращаем внимание на площадь и на цену сразу надо выяснить что объект у нас не под восстановление такое бывает с аренды на 49 лет разрешена ли субаренда является ли историческим или памятником культуры если да то с такими объектами мы не работаем транспортная доступность целевое назначение так как использовать возможно только по целевому назначению плата за коммунальные услуги включены ли они в аренду какому бизнесу можно пересдать рыночная стоимость как проверить рыночную стоимость берем три-четыре объекта в том же районе либо близко расположены к этому объекту смотрим стоимость метр квадратного и высчитываем среднерыночную стоимость проверка спроса как мы проверяем спрос ставим на 15 процентов ниже рыночной цены сразу если в течение недели никто вам не позвонит то снижаем цену еще на 10 процентов если еще в течение трех дней у вас не будет звонков то вы работаете по схеме много клиентов или клиент под ключ цену уменьшаете до фактической цены арендной платы арендаторы имущества имеют право на выкуп имущества без проведения торгов это называется преимущественное право покупки то есть государство сначала предлагает выкупить имущество арендатору а если арендатор отказывается то имущество выставляется на торги при выполнении каких условий можно выкупить имущество первое арендуемое имущество на день подачи заявления находится в их временном владении или временном пользовании непрерывно в течение двух лет и более соответствии с договором аренды такого имущества отсутствует задолженность по арендной плате не берем для Для субаренды готовые офисы с хорошим ремонтом. На них всегда высокая цена. Аренда на 49 лет для субаренды также не подходит, так как требуют сначала восстановления. Берем для субаренды подвальные помещения с хорошим дисконтом. Офисные помещения без ремонта также с хорошим дисконтом. Хороший дисконт считается от 60% и выше. Для инвестора мы берем все, что нельзя сдать в субаренду. Технику, офисные помещения и самая популярная категория – это автосервисы, гаражи и кафе. Как понять среднерыночную стоимость объекта? Для этого ваш объект необходимо выставить на бесплатные площадки, такие как Авито, Яндекс.Недвижимость, ЦИАН, Домофон и другие площадки. Местное агентство недвижимости и их сайты также вам об этом помогут.